Бог настолько почитает, настолько уважает нас, что Он даже спасение нам насильно не дает, как хотели бы, может быть, некоторые, насильно всех спасти, насильно всех сделать христианами. Он дает нам выбор, жизнь или смерть, чтобы мы выбирали, чтобы мы с вами принимали правильные, мудрые решения, и чтобы мы могли отстаивать свои решения, мы могли стоять их, особенно вот в эти трудные периоды жизни. А мы говорили с вами, апостолы называли последние дни временами тяжкими, времена, когда будут много давлений, будут и военные слухи, и трудности, и глады, и моры, и землетрясения, будут природные катаклизмы, будут социальные катаклизмы, будут экономические потрясения, будут политические столкновения. Слово Божие говорит, вот такая атмосфера будет в последние дни, и, конечно же, это будет влиять на каждого из нас. Как в эти трудные дни, когда вокруг везде ложь, когда пропаганда, когда люди часто сходят с ума, как остаться верным своему призванию? Как остаться верным своему Господу? Как остаться верным Божьей истине? Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Видите, такой риторический вопрос, который задает Иисус. Еще раз прочитаю. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? То есть мы видим, что можно достичь успеха, приобрести мир, но при этом жить с поврежденной душой, с искаженной душой, душой, для которой суббота всегда будет важнее человека, душой, которая будет поступать не исходя из Царства Божьего, которое внутри, а исходя из того, что делают большинство людей, окружающих нас. И как же вот устоять? Потому что, вот вы знаете, люди вот с этой сломленной душой, а ведь дьявол, он пришел украсть, убить и погубить. Его главная цель вот сломать нас с вами. И не просто физически сломать, душу нашу исковеркать, сломать, чтобы ты, как Пилат, говорил, ой, что такое истина, да где это истина, да нигде нету истины, да все это ерунда. Вот жить с такими, с нарушенными нормами, с нарушенными вот этими нравственными критериями жить. Я помню, в одном советском фильме, думаю, многие видели «Обыкновенное чудо», помните «Обыкновенное чудо», где два актера, которые уже в вечности, Янковский и Абдулов. Янковский там играет автора, писателя, а Абдулов там, ну, можно сказать, главный персонаж, медведь потенциальный, вот. И там был момент, когда, помните, Абдулов должен был поцеловать принцессу. Но если бы он ее поцеловал, он бы превратился в медведя. И поэтому он отказался от этого поцелуя. Помните этот фильм? Знаменитый фильм. И когда вот это произошло, он отказался. Я вот запомнил фразу, которую автор, которого играет Янковский, сказал Абдулову, знаешь, я тебе больше не буду помогать, ты мне больше не интересен. По большому счету, в нашей жизни мы соединяем две эти роли. С одной стороны, мы авторы, мы планируем в своей жизни, мы что-то решаем, да? А с другой стороны, мы сами в нашей жизни главные персонажи, которые действуют. Ужасно, когда ты перестаешь уважать сам себя. Ужасно, когда ты сам себе становишься неинтересен. Когда такое происходит? А когда ты ломаешься? Когда ты начинаешь переступать через правду? Когда ты начинаешь, вот по эксперименту Соломона Аша, говорить как все, а не то, что ты видишь реально? Когда ты начинаешь подстраиваться, а не говорить то, что ты на самом деле думаешь? На самом деле считаешь, что-то внутри тебя ломается. Вот эта душа, говоря словами Иисуса, да, она становится поврежденная твоя душа. И ты живешь. И, видимо, можешь быть успешным человеком. И у тебя вроде бы все хорошо. Но внутри-то ты, внутри-то ты сломан. Внутри-то ты сломан. И будешь доживать свои дни со сломанной душой. Вы знаете, я, к сожалению, и обратил внимание, особенно когда был еще мальчиком, думал, почему так много на земле грустных пожилых мужчин? Потом я понял, душа сломана. Когда душа ломается, и люди переступают, переступают через правду, через истину. Там что им остается? Вот жить с такой душой, ну, пить еще. Почему много у нас испивается людей, чтобы заглушить вот эту внутреннюю боль, самую страшную боль от поломанной души? Поймите, ведь цель нашей жизни не просто прожить, мы по-любому все проживем, но прожить достойно. Достойно нашего Бога, достойно нашего высокого звания и призвания. Я помню, как-то проповедовал у нас в церкви о Януше Корчике, о знаменитом польском враче, писателе, педагоге, у которого был дом-сирот в Варшаве. И он был знаменитым педагогом, и когда началось Третье рейх, и когда немцы завоевали Польшу, то этот дом-сирот оказался в гетто. И поскольку Януш Корчик был знаменитым педагогом, ему несколько раз предлагали уехать, потому что с этими еврейскими детьми в этом доме-сирот, ну, понятно, куда их отправляли, отправили в лагерь Тремблинку, где все уничтожили в газовой камере. Но Януш Корчик, он не оставил своих детей, он до последнего был с ними, он поехал с ними в Тремблинку, и когда даже они заходили в газовую камеру, он до конца был с ними, и рассказывал им сказки. И вы знаете, у нашего знаменитого барда, поэта Александра Галича, есть такая поэма, которая называется «Кадиш». Кадиш – это еврейская поминальная молитва. Эта поэма «Кадиш» посвящена как раз Янушу Корчику и всей той истории. И Януш Корчик просил очень не забывать об одном человеке, который служил в доме-сирот сторожем. Это был поляк, тоже поляк, Петр Завлевский. Он был инвалид войны, и вот он служил сторожем в доме-сирот. И в 42-м году, еще до того, как всех детей увезли в концлагерь, Петр Завлевский был убит полицейскими прямо во дворе дома-приюта. И дети в окнах смотрели на все это. Он был убит, потому что этот поляк пытался заступиться за еврейских детей. И я вот хочу прочитать маленький кусочек из этой поэмы, который как раз и посвящен Петру Завлевскому. Он убирал наш бедный двор. Когда они пришли, и странен был их разговор, как на краю земли, как разговор у той черты, где только нет и да. Они ему сказали, ты, а ну, иди сюда. Они спросили, ты поляк? И он сказал, поляк. Они спросили, как же так? И он сказал, вот так. Но ты ж культяпый, хочешь жить? Зачем же, черт возьми, ты в гетто нянчишься, как жид с жидовскими детьми? К чему, сказали, трам-там-там, к чему такая спесь? Пойми, сказали, Польша там. А он ответил, здесь. И здесь она, и там она, она везде одна. Моя несчастная страна, прекрасная страна. И вновь спросили, ты поляк? И он сказал, поляк. Ну, что ж, сказали, значит, так? И он ответил, так. Ну, что ж, сказали, кончен бал, скомандовали, пли. И прежде, чем он сам упал, упали костыли. И прежде, чем пришли покой и сон, и тишина, он помахать успел рукой, глядящим из окна. О, дай мне, Бог, конец такой, всю боль, испив до дна, в свой смертный миг махнуть рукой, глядящим из окна. Знаете, я вам советую, дома почитайте, очень сильная поэма, это лишь маленький кусочек. Знаете, каждое поколение, оно считает, что оно живет непростое, в тяжелое время. Казалось, что наше поколение этого избежит, но мы видим, нет, тяжелые, тяжелые, непростые времена. Есть испытания, с которыми сталкивается каждое поколение. Есть немало давления, есть немало насилия, немало лжи, неправды, горя. И так важно нам с вами остаться людьми божьими, остаться на стороне правды и достойно прожить и помахать рукой, потому что, понимаете, все мы умрем, смерти не надо бояться. Страшно подло умереть, жалко умереть, не достойно умереть. Важно прожить достойно свою жизнь, локоценную, и достойно встретить смерть, и в жизни с Богом здесь, на земле, перейти к жизни с Богом в вечности, на небесах. Что такое наша жизнь? Говорит Писание. Это пар, являющаяся на малое время. Но вот это малое время мы должны достойно прожить, чтобы не какие-то ложь, пропаганда, зло на нас влияло, чтобы мы не поступали, как все, потому что есть периоды в жизни, когда большинство людей сходят с ума, творят большие беззакония. Мы видим немало примеров в истории человечества этому, но всегда были люди, всегда были люди, которые шли до конца, такие, как вот этот поляк-сторож, такие, как Януш Корчик, такие, как я помню, кадры из фильма нашего, знаменитого фильма Михаила Рома «Обыкновенный фашизм», когда там вешали немцев, да, которые были не согласны с Гитлером, и у них была просто их вина написана на табличке, которая у них была на шее, там было написано «Они говорили нет», когда все говорили «Да». То есть они были не со всеми, только за это. И у них уничтожали.